Здравствуйте! В эфире программа «Смоленская площадь». Огонь – опасная стихия, но трагедии происходят не только на пожарах, но и на воде. Об их причинах мы поговорим с начальником центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорем Самойленко. Игорь Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады видеть вас вновь в нашей студии и сразу хочу спросить. В Смоленской области продлили месячник безопасности. С чем это связано? Это решение было принято в связи с тем, что у нас с начала купального сезона на водных объектах Смоленской области произошло шесть происшествий и погибло шесть человек. И что самое печальное, погибло двое подростков из этих шести. В связи с этим было принято решение продлить до конца купального сезона месячник безопасности на водных объектах. Вот эти все трагедии, почему они произошли? То есть дети остались одним в водоеме, родители не досмотрели. В чем причина? Я хотел бы сказать следующее, что самое страшное и самое трагичное в этих происшествиях заключается в том, что эти происшествия не были вызваны какими-то природными катаклизмами, наводнениями или разливами, которые у нас периодически происходят на территории Российской Федерации, когда бушует природа и человек просто бессилен перед этой природой. В этих двух случаях именно грубейшие нарушения простых элементарных правил поведения на водных объектах перевели к тем печальным последствиям, которые мы имеем на сегодняшний день. И в первом и во втором случае подростки в нарушении, как я уже сказал, простых элементарных правил, вышли на необорудованное место для купания, на берег и в первом и во втором случае реки, которая имеет очень сильное течение, как я уже сказал, место не оборудовано для купания. То есть изначально это уже вело к какой-то трагедии. То есть, как мы всегда говорим, любые нарушения простых элементарных правил поведения на водоемах, купания в запрещенных местах, отсутствие взрослых, отсутствие оборудованных мест для безопасного купания, все это изначально ведет к очень и к очень печальным случаям. Но если говорить конкретно об этих правилах, вот что должны знать, давайте прямо вот про подростков. Чего не должны допускать подростки, когда они идут, например, отдохнуть на озеро, на речку? Чего нельзя делать? Что можно делать, но не рекомендуется? Ну, во-первых, подростки должны осознавать и понимать о том, что вода – это источник повышенной опасности. Не секрет, что большинство подростков проводят большую часть своего времени в своих гаджетах, смартфонах, телефонах, где на первый взгляд все очень спокойно, размеренно, и подросток не осознает, не чувствует ни угрозы, ни опасности. Поэтому прежде чем выходить на водоем, подростки должны осознавать, что именно вода несет опасность в себе. Поэтому сразу нужно понимать, что вода – это источник повышенной опасности. Это первый момент. Второй момент. Мы всегда настоятельно рекомендуем о том, что купаться нужно только в специально оборудованных местах. Тех местах, которые подготовлены для безопасного и комфортного купания. То есть водолазы проверили дно водоема. Это первое. Второе. Существуют буйки, которые ограничивают границы купания. В-третьих. Подготовлена территория для комфортного и безопасного поведения на водоемах. Одним из важнейших моментов является наличие спасательных постов и спасателей, которые прошли обучение и в случае всяких непредвиденных ситуаций могут оперативно реагировать. Это наличие медицинских работников. Говоря простым языком, созданы все условия для безопасного и комфортного купания. Но также следует не забывать о том, что купаться нужно именно купаться. Не нырять, не прыгать головой в воду, не хватать за руки и пытаться утащить под воду даже с точки зрения игры. То есть вести нормальный отдых. Вот если мы говорим об оборудованных местах для отдыха, где в Смоленске сейчас можно официально, без нарушений отдохнуть, ну и как жителям других районов узнать, где именно? Может какой-то сайт есть, где публикуется такая информация? На сегодняшний день официально у нас работает только 10 пляжей. С начала купального сезона было открыто 17 пляжей, но ввиду различных технических причин, в том числе из-за отсутствия положительных результатов по состоянию воды и грунта, работает только 10 пляжей. Это по территории Смоленской области. В черте города у нас должно было быть открыто 3 пляжа, но ввиду технических причин данные пляжи еще не введены в эксплуатацию. Проводятся работы по завершению мероприятий к тому, чтобы в самое ближайшее время эти 3 пляжа приступили к работе. Я думаю, будет не лишним напомнить, как и для взрослых, так и для подростков. Не дай бог такая ситуация. Человек почувствовал, что он устал, заплыл далеко, глубоко и понимает, что он начинает тонуть. Что делать, как побороть вот этот первоначальный страх, который как раз сковывает, и в принципе из-за которого дети в основном-то и тонут как раз тихо, не крича, не бьют о воду руками. Что касается взрослых людей, которые попадают в данную ситуацию, прежде всего мы рекомендуем каким-то образом успокоиться. Обязательно повернуться на спину, раскинуть руки и попытаться постепенно, аккуратно грести в сторону берега. Обязательно, чтобы дыхательные пути были над водой. И еще раз повторюсь, самое важное, это успокоиться. Если это произошло с подростками, с детьми, вот, особенно если рядом нет взрослых, в принципе рекомендации то же самое. Но единственное то, что взрослый человек имеет какой-то больше опыт самовыживания, чем ребенок или подросток, который попадает в такую стрессовую ситуацию. Поэтому мы всегда в своих профилактических беседах на водоемах, когда объясняем взрослым о тех случаях, которые происходят и у нас на территории Смоленской области, на территории Российской Федерации, приводим конкретные примеры нарушений правил и что за этим следует. Мы всегда акцентируем внимание о том, чтобы взрослые объясняли своим детям о том, что не допускать подобных ситуаций, следить за детьми, ни в коем случае не подвергать ни себя, ни детей этим рискам. Зачастую взрослые, когда выезжают на водоем, особенно с детьми, совершают поступки, которые уже изначально внесут в себе угрозу для их жизни, для их поведения и безопасного поведения на водоемах. Соответственно ребенок, когда смотрит на взрослых, на маму, на папу, он начинает осознавать, что как бы это можно, это допустимо. Поэтому родители, выезжающие на водоем вместе с детьми, должны наоборот показывать пример своим детям, как правильно, безопасно, комфортно отдыхать на водоемах. Но вот эти идеи, как вы доносите, собственно, до родителей, ну помимо нас, помимо того, когда вы приходите и рассказываете нам об этом, вы как-то взаимодействуете с теми, кто сейчас отдыхает на официальных пляжах, неофициальных? С начала купального сезона и в рамках проводимого месячника безопасности людей на водных объектах инспекторский состав Центра ГИМС, Главное управление МЧС России по Смоленской области в усиленном режиме проводят профилактические мероприятия, именно направленные на обеспечение безопасного поведения людей на водных объектах. Систематически мы посещаем места массового отдыха и те, которые введены в эксплуатацию, а также те, которые на настоящий момент еще не введены в работу. И в ходе проведения вот этих профилактических мероприятий инспекторский состав доводит гражданам, отдыхающим, в том числе с привлечением сотрудников внутренних дел, общественных организаций, и мы объясняем, рассказываем, вручаем листовки, приводим конкретные примеры тех происшествий, которые произошли не только на территории Смоленской области, а также на территории Российской Федерации. То есть максимально стараемся объяснить, рассказать, донести нашу озабоченность, тем самым минимизировать те происшествия, которые у нас происходят. Соответственно, при проведении контрольно-надзорных деятельностей на водоемах, это по работе с судоводителями, то же самое мы проводим эти же профилактические мероприятия, целью которых является недопущение случаев происшествий с маломерными судами, а также недопущение случаев гибели людей, которые именно используют маломерные суда для активного отдыха. Как мы всегда говорим о том, что вода – это источник повышенной опасности, и только соблюдение и выполнение простых элементарных правил поведения людей на водных объектах, а также правила пользования маломерными судами позволят нам избежать происшествий и гибели на воде. Как мы всегда говорим, у воды без беды. Игорь Владимирович, спасибо большое за всю работу, которую проводит ваше ведомство, скажем так. И будем искренне надеяться, что вот эти вот шесть случаев – это последние, о которых мы узнаем в этом году и, дай бог, во всех следующих, чтобы все отдыхали и все возвращались после этого отдыха домой. Да, будем надеяться, что этот купальный сезон у нас в дальнейшем произойдет без происшествий. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!